Одними из первых комплекс посетили глава региона Вениамин Кондратьев, председатель ЗАГС Собрания Края Юрий Бурлачко и замполномоченного представителя президента на юге России Анатолий Сафронов. Со сцены губернатор поздравил кубанцев с Днем Народного Единства и отметил, что открытие масштабного мультимедийного комплекса символично совпало с праздником. Всегда у России был свой особенный путь. Был, есть и будет, потому что в России живет много разных народов. Но это один удивительный народ, который никогда никому не отдадут ни свою землю, ни свои традиции, ни культуру. Друзья, каждый из вас, какое бы место он в жизни не занимал, какую бы должность, чем бы он в жизни не занимался, Вы пишете историю каждой своей семьи на сегодняшнем, современном этапе. А все вместе мы пишем историю нашей России. И на наших плечах тот груз ответственности за сегодняшнее и будущее нашей земли и нашей страны. Безусловно, гражданское единство и солидарность. Это те ценности, основываясь на них и принимая во внимание великую историю нашего государства, мы сохраним мир и целостность нашего государства. Сплоченность народа, вера, сила духа – это вот как раз та сила, которая была, есть и будет в основе нашего государства. Вениамин Кондратьев вместе с детьми осмотрел исторические экспозиции, которые в День народного единства развернули на площади перед виртуальным музеем творческие коллективы из разных уголков края. К слову, сам мультимедийный парк занимает 7,5 тысяч квадратных метров. Это несколько залов, где можно узнать, как развивались события со времен Древней Руси до новейшей истории. Выставочный комплекс оснащен по последнему слову техники. Проект музея «Россия. Моя история» был создан в 2015 году по инициативе президента. Краснодарский парк стал 19-м в стране. В первый день работы его посетило около 5 тысяч человек.